Анна Школова, корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» Питерская редакция. Сайт изначально задумывался как, ну, с оглядки на нашего большого брата «Эхо Москвы» Московская редакция, сайт больше, чем радио. Изначально, ну, то есть предполагалось, что информация, которая есть на сайте, ее будет гораздо больше, чем в эфире, потому что эфирного времени у нас очень мало, то есть у нас нет небольших включений. Главное, основное — это новости, новостная лента. То есть на сайте сделано все таким образом, чтобы человек, который просматривает наш сайт, мог найти новости везде. То есть здесь не очень хорошо видно, новостная лента, то есть новости. Дальше новости можно найти в комментариях, вот отдельно. Далее новости, так или иначе представлены в ленте посередине, сейчас попробую пролистать, показать. Вот также есть в блогах, так или иначе это также представлено. Ну, то есть все очень просто, и человек, зайдя на сайт, не потеряется именно в новостной картине дня. О новости о Петербурге, для Петербурга и для тех, кто живет в Питере, ну и также представленные новости, которые не касаются города. Говорилось о комментариях. Наши новости можно комментировать, то есть под каждой новостью есть раздел «Оставить свой комментарий». То есть любой человек, зайдя на сайт, здесь простая регистрация. Зайдя на сайт, человек оставляет свой комментарий. Далее, что еще интересного на нашем сайте. Чтобы человек не потерялся в таком потоке новостей, можно прослушать программу итоговую. То есть, если человеку лень искать для себя новости, он может положиться на выбор редакции и прослушать, допустим, вечернюю программу, например, информационную программу. Если ему лень читать, то прослушивать. Если ему надо прочитать, то не читать. Все синхроны, все интервью, все звуки, которые попадают в программы, они все расшифровываются. Расшифровываются корреспондентами, ну и, соответственно, направляются на сайтах. Есть у нас очень интересная штука, которая, я считаю, фишка нашего сайта, это видеотрансляция. В данном случае не идет до такого эфира, но вот мы попросили коллег оставить включенную камеру. Видно все, что происходит в студии. И самое главное, здесь можно очень просто зарегистрироваться, ну, то есть нажать, допустим, ввести любое имя. Ну, допустим, вот так. Все, ты уже автоматически попадаешь в чат, и ты можешь писать, спрашивать, вот здесь вот, видна переписка. То есть очень просто, очень быстро, и прямое общение как с ведущими, так и с гостями. То есть вопрос можно сдавать по коду эфира. Что еще, что еще, что еще? А, все интервью, то есть все, что происходит вот в этой студии, все это записывается, расшифровывается и укладывается также на сайт. Можно прослушать и прочитать. У нас все это твитится, то есть все новости попадают автоматом в твиттер. Наверное, все. Вопрос, если есть. Есть вопрос, а как вы с проливойтесь в комментариях? Никак. Никак. Свобода слова? Да. А если не теряться? Никак. Выводичек, но. Нет, ну то есть мы не можем, но у нас есть такой дефильтр, я за технической службой не отвечаю, я корреспондент, который занимается в том числе и наполнением сайта. Ну то есть мы пытаемся как-то вот... Ну тратите ресурс, чтобы комментарии в этой оси есть. Да, да. Да, еще я забыла сказать про опрос на сайте, это тоже вот привлечение людей, ну то есть слушатели будут как соучастникам. Здесь вот есть у нас опросы. И результат также нужно посмотреть тут же на сайте. Мы спрашивали про гейму, нам тут ребята слушали, много чего напитали. Вопрос есть? Да. Скажите, пожалуйста, сколько человек, включая технический контингент, включая журналистов, у вас работает на сайте? То есть, ну гроба, гроба, не нужны даже цифры, цифры какого порядка. У нас есть один редактор сайта, новостная служба, три новостника, которые занимаются так же наполнением. Редактор, три новостника. И корреспонденты, ну сколько у нас? Пять человек. Пять человек. Пять корреспондентов, но еще, наверное, один ответственный за техническую составляющую, да? Можно так сказать, но с технической составляющей я вот честно вас не просвещу. Нет, ну а нет, у меня не техническая, у меня сколько человек задействует с технической составляющей? Бригада или один умелец? Нет, не один. Здесь не один человек все-таки, да. Здесь порядка десяти. Десять человек. Лена, пожалуйста. Сначала мы расшифровывали сами. Ну то есть у нас было время, когда корреспонденты, ведущие, расшифровывали. Сейчас у нас есть человек, который помогает с расшифровками. Но это касается больших интервью. Все маленькие, трех, минутные, полутора минутные, двух минутные, трех, мы расшифровываем сами. Соответственно, сами имеем право укладывать на сайт. А, я вам еще забыла показать страницу администрирования. Ну то есть это здесь же, ну вот, да, это основной сайт, администрирование тут же открывается. И мы сейчас на странице администрирования, соответственно, здесь все очень по-максимальному просто сделали. То есть вот она, вот так представлена лента новостей. Все это лента новостей. Это раздел. Это раздел, да. А можно в продолжение, не совсем ответный вопрос, с кем вы ему платите? Кому? Дурошифровывать, это помогает решить. Мы? Да. Мы сами себе не платим, дурошифровывать. Нет, это вот одно, двух, трех минутный сюжет. Это мы сами делаем. Да. Если говорить о больших, то есть, кто там получает. Они, что вам, у вас расшифровать? Алина, ты наносил. Отдельный человек. Это отдельный человек, я не знаю. Саша, этим занимается отдельный человек, которому за каждую пробку хватит денег. Ну, сколько? Ну, она у нас секретарем работает. Пролельно она откажет. А, человек в штате. Да. Человек в штате, то есть дополнительный. Скажи еще про камеру, которая красивая. А, да, извините, я немножко волнуюсь, бы это не сказала про камеру. Здесь вот эта вот, мышка и видно, да? Да, вот эта вот камера. Она пока не работает. Но, ну, вот, это другая камера, все, что это показывает. Но вот эта камера, скоро планируется ее запустить, 360 градусов. И слушатели, которые заходят на сайт и регистрируются, они имеют право управлять этой камерой. То есть поворачивать подужным углом, ну, соответственно, увеличивать, там, не знаю, надо подъехать к гостям. Соответственно, рассмотреть гостя. Человек может рассмотреть его с помощью этой камеры. Ну, и увидеть кухню, то есть звукорежиссеров, которые находятся вот здесь, там, за культом, а то есть там, с той стороны, где камера. То есть, соответственно, нужно увидеть, управляя камерой удаленно. Ну, то есть, слушатель сам... Как раз, я вижу много. Ну, это как игровой момент. Ну, да, то есть, кто успел... То есть, как я поверну, так и все посмотрят. Да, да. А если два человека в разных... Ну, еще, вот, еще это не прописано, сколько по времени у каждого человека, кто успеет, зарегистрируется и поймает этот момент, повернуть камеру там, кто не хочется, вот еще не прописано. Да, но это будет фиксироваться. Это будет по времени. То есть, у каждого слушателя, который захочет поиграть этой камерой, то есть, в такой момент участия, ну, это будет прописано. Ну, вот, задумка про камеру. Вот вопрос еще. Вот ваше личное отношение. Вот технические вот такие моменты. У нас есть аналог вот такой же камеры. А откуда вы представьтесь? Город Ерец. У нас есть вот аналог вот такого технического решения. Камера поворачивается. Да, дорогой камер купили. Вот ваше личное мнение. Это в большей степени игрушка, которая имеет свою целевую аудиторию. Я говорю про то, что вот едет человек на работу, наверное, он не будет, наверное, все-таки. Мы тоже такое сделали, но вот мы для себя задумываемся. Имеет ли вот такая игрушка свою целевую аудиторию? Человек едет на работу, будет ли он нас смазывать, грубо говоря, от того, кто сидит в студии, прыщики на зону расслабляет? Или все-таки это, скажем так, но есть норма, а это какое-то дополнительное предложение? Хочешь играйся, хочешь не играйся. Вот ваше личное мнение. Мое личное мнение. Я думаю, что это ориентировано, прежде всего, на людей, которые смотрят, просматривают новости, то есть через интернет. Проще говорить с человеком, задавать ему вопросы и следить за тем, как он отвечает, в том числе и на твои вопросы, видя, а не только, когда ты слышишь человека. Поэтому здесь вот специально сделан чат. Человек прямая реакция. Он видит, потому что услышать, там, допустим, те же эмоции или какие-то смыслки, там, не знаю, по жестам. Ты же не увидишь это в радио. Это можно увидеть здесь. Ты же сказал, что в данном случае не очень хорошая качество у каждого человека. Но, тем не менее, человек видит, как собеседник реагирует на то или иное. Как он реагирует на вопросы ведущего. Как ведущий пытается как-то развернуть собеседникам. То есть, в картинке она все равно дополняет и дает определенную информацию, для того, чтобы продолжить и в том числе включиться в разговоры. Если человек слышит, ну, мне кажется, по-моему, ну, не выленивоку набирать, можно из телефона, звонить и более часто бывает, что телефонная линия сгнета. Это наш выпускник оператор. Это надо. Скажите, а с этой у вас улицы к новостям? Кто делает фотографии, видео? И скажите, смещает свет. О, фотографии и видео. Фотографии делаем мы, как правило, своими силами. Ну, то есть, обычно это инфа-референт, но если инфа-референт не успевает, то это экспондент, ведущий. Ну, вот кто может тут делать? У нас есть фотоаппарат. Приходим, фотографируем. Соответственно, да, еще один момент. Вот слово фотографии. Все интервью можно увидеть на сайте, практически все прочитать. И в разделе интервью также не вешиваются фотографии. Вот кто, о чем вы спрашиваете? Я же, я же, я же, я же. Пока открывается последний вопрос, кто-то спрашивал. Да, не вопрос был, и шутка, и в то же время. Свету Прокузин захотелось увидеть, попросила в студию прийти, чтобы не так. А, извините. Ну, пока нету. Хорошо, еще раз спасибо. Просто у нас немножко, мы потом можем обсуждать. Спасибо.